всем привет кто присоединился приветствую всех на прямом эфире прямой эфир сегодня будет на тему дизайн новыми красками листва и пламя два классных сочных оттенка красный и зеленый хочу сегодня вам показать дизайн который совместит в себе эти два оттенка то есть мы их подружим хотя они и на первый взгляд совершенно разные эфир сегодня проведу для вас я меня зовут юлия фролова я творческий партнер эми и действующий мастер по дизайну моделирование ногтей облицей нам потребуется вот такие на адрес хочу взять гранат отсюда потому что как раз в нем есть эти два оттенка и красный и зеленый это на адрес номер 87 апельсины и вот такие цветные луну тоже добавим зеленые мне понадобится здесь только розовые по цвету мне подойдут здесь зеленую хочу взять их вот такой шерми кончик тоже задействуем мне очень нравится работать с надписями с различными это шерми кон номер 167 чеки и так для начала нам нужно выпросить типс возьмем такой вот тип с молочной основы можно подготовить под дизайн сразу но если вы делаете это на ногтях то есть у нас здесь мы с вами будет идти любая молочная подложка то есть это будет может быть молочный гель молочная база это может быть гель-лак молочным то есть все что угодно молочного оттенка мне очень нравится кстати как как работает в этом плане вот этот гель-лак номер 148 с таким мелким шиммером идет можно также базу использовать базу тоже с мелким шиммером вот такой файбер то есть принцип да вы поняли это может быть и твине и база и все что угодно гель молочный может быть soft мелки white гель тоже хорошо подойдет чтобы главное был молочный фон я наверное возьму все таки хочется такой фон чтобы посложнее с каким-то шиммером с какой-то крошечкой возьму молочный гель-лак и протянул им подложку сделаем так украшиваем можно одним слоем можно два слоя на так у нас уже тип с молочной можно сделать один такой средний слой отправляем в лампу на 30 секунд с вторым делаем то же самое то есть приблизительно одинаковая а нет здесь на эти дела сделаем другой передумал по ходу дела давайте сделаем другой а здесь у нас будет лунка стоять зеленая вот здесь верхнюю часть можно взять большую лунку знаете примерим какая лучше подойдет он наверно да вот эта большая нам будет здесь как-то поудобнее не на всю поверхность ногти ставим дашку прям отлично если где-то краешек какой-то торчит да можно аккуратненько сразу ножничками подрезать на клиенте тоже я всегда делаю небольшой отступ чтобы можно было шермикон запечатать чтобы он нет не откололся в процессе носки на клиенте и здесь мы сейчас с вами под шермикон сразу делаем покрытие всем добрый день девочки всем добрый день и под шермикон аккуратно кисточкой наносим краску я всегда ставлю шермикон она готовую поверхность то есть если вы моделируете базы гель-лака у вас здесь дисперсия то лучше от этой дисперсии избавиться с помощью топа текласс то есть можно нанести небольшой слой топа текласс если у вас гелевое укрепление то есть вы сделали опил и у вас уже до молочный гель здесь стоит то прям на обезжиренную поверхность вы ставите шермикон сразу и подкрашивайте краской то есть это экономит время и не дает лишней толщины вы не ставите никакие еще слои сразу покрасили все так вот аккуратненько нанесли отправляем в лампу на на 30 секунд краска наносится тонким слоем она прекрасно разравнивается она вот я покажу мне здесь типс выкрашены есть то есть одного тонкого слоя вполне достаточно за что я люблю краски за то что ими работать быстро в один слой и слой получается тонким то есть нет никакого натека цвет плотный очень очень укрывистый и зеленый также в этом же есть у меня выкрашены тоже очень красивый цвет здесь правда немножечко сейчас отсвечивает он чуть-чуть потемнее очень красивые оттенки обалденные так здесь у нас краска высохла 30 секунд теперь мы наносим топ-текласс так у нас здесь будут сначала стоять шармикона здесь будут сейчас шармикона и nail dress наносим не обязательно всю поверхность до низа я обычно не дотягиваю чтобы и лишней толщины не было но и то есть текласс мы ставим только в том месте где будут стоять шармикона топ-текласс не имеет липкого слоя так как краска у нас данная сама с липким слоем поэтому нам нужно от этой липкости избавиться поэтому наносим тонким слоем топ-текласс проблем лампу на одну минуту здесь у нас тоже на дисперсионный слой есть теперь нам нужно поставить также топ-текласс для того чтобы стали шармикона тут тоненько на всю поверхность его наносим также на минуту отправляем в лампах сейчас мы посмотрим здесь подойдут по смыслу нам нужен такой знаете белый на белой основе какой-нибудь потолще вот этот можно можно его можно даже с черным фоном можно вот этот но он будет смотреться наверное мрачновато можно вот такой поставить я наверное выберу вот этот я всегда их примеряем перед тем как буду ставить всегда примеряю чтобы понимать какой будет выглядеть лучше в данном дизайне и ставим его вот сюда главным поставить ровненько сразу шармикон не приклеиваем то есть посмотрели ровно неровно если все ровно если вас все устраивает то уже можно его прижать потому что потом его очень тяжело отклеить дает немножечко скосила так прижимаем и теперь теперь можно можно здесь воспользоваться поталью то есть поталь можно добавить если хотите усложнить фон можно сразу поставить на адрес так нам нужен топ слайдер для того чтобы поставить на адрес нужен топ слайдер него отличный дисперсионный слой который даже тончайшим слоем если его нанести то он очень хорошо приклеивать слайдера я всегда наношу вот тонким слоем отдельной кистью шармикон тоже перекрываем и отдельной кистью распределяем то есть толщина получается минимальная лишней толщины он нам не дает и даже вот такого размазанного слоя вот приметите его размазала его хватит для того чтобы у нас слайдер приклеился хорошо никуда уже не делся больше так теперь далее что мы берем уберем цветы также вот зеленую зеленую и ставим ее вот сюда вниз так блин косяк не просушила немножко волнуюсь вот косячу девочки пока сохнет типс напишите пожалуйста как меня видно как слышно хорошее ли качество изображение всем привет привет кто присоединился так тут у нас только слайдер уже просох поэтому так все окей отлично прекрасно наверное на один поставим поталь в качестве примера то что можно и так сделать можно и без неё усложним я всегда люблю все усложнять может быть конечно где-то и не нужно но хочется то есть так как будет золото даст прям один кусочек вот сюда поставлю и тут уже дальше у нас будет с вами адрес что давайте надо еще один щитки отсюда просто иногда когда усложнишь очень по-другому не за начинает смотреться вот так и теперь нам нужно вырезать нужно нам декорацию я возьму листики посветлее у гранаты да вот я думаю вот этот фрагмент вполне подойдет вырезаем стараюсь всегда вырезать максимально близко к рисунку чтобы пленки оставалось меньше вокруг так чище дизайн будет получаться так отправляем салфетку влажный сейчас второй фрагмент тоже вырежем сразу тоже такой же возьму гранат то есть два цвета которые на первый взгляд между собой не сочетаются мод можно подружить с помощью декораций то есть если есть в декорациях у нас например зеленый и красный да и оттенки нас идут зеленый и красный мы делаем такой дизайн необычный интересный нестандартный для этого нам нужны и декорации да то есть какие немножко разные так снимаем с бумажной основы наш слайдер и ставим его вот сюда то смотрите он у нас заходит на поталь до между ней встает вот так вот уже совершенно по-другому он заиграл как следует приклеили его чтобы не было никаких вот складочек так и отправляем в лампу на секунд за 15 где всегда на 30 ставлю чтоб наверняка зачем нужно отправлять в лампу затем чтобы затем чтобы наш слайдер сполимеризовался с достаточной липкостью топа слайдер и перестал ездить зафиксировался то есть так он будет лучше носиться до следующей коррекции то есть нужно его зафиксировать так ставим шире кончик растягиваем его можешь кашпо размер немножко не подходить но всегда блин можно поправить так тоже прижимаем как следует его прижимаем как следует а здесь можно что-то золотое добавить какую-то золотую надпись так сейчас пусть будет вот с этой же с этого же кончик пусть будет вот пинаколада поставим ее здесь сверху поставили далее наносим топ слайдер тоже тоненьким слоем шермикона при этом всегда проверяем перед тем как наносим слайдер чтобы они нет опорщились тоже ставлю небольшую капельку и распределяю кисточкой быстренько и отправляю в лампу на 30 секунд так пилкой поправляем если у нас слайдер выходит за пределы ногтя пилку убираем излишки и наносим ультрабонт на чтобы убрать остатки пленки наносим ультрабонт так нанесли даем ему подсохнуть на секунд 30 будет достаточно здесь топ слайдер у нас тоже подсох мы также наносим один небольшой кусочек по талии там у нас был два кусочка здесь будет один так у нас уже есть золотая надпись с нам тут перебор уже не нужен нанесли поталь вот сюда вот в краешку да то есть две золотые декорации находится противоположном направлении и теперь наносим ставим наш гранат то есть он может заходить немножечко на шермикон на поталь даже на надпись может тоже немножко заходить вот так вот его поставили приклеили как следует пальчиком и отправляем в ламп подсушивается так здесь все готово здесь теперь мы перекрываем также небольшим количеством топа слайдер от меня на кисти еще осталось я перекрываю далее у нас будет матовый топ прямо растерли вот этого будет вполне достаточно чтобы его зафиксировать чтобы не было от слойки топа из декорации мы будем перекрывать вот таким матом топом вельвет он имеет липкости и прекрасно у него очень такая знаете красивая красивый такой знаете матовый эффект так здесь мы тоже с вами ультрабонт наносим ультрабонт здесь можно даже знаете вот красный френч сделать то есть вот зеленая лунула идет и внизу можно красным френчем оформить можно так можно так но мне вот знаете очень нравится когда идет эффект такой негатив спрейс голову ноготочка очень прикольно смотрится интересно необычно так здесь мы наносим с вами матовый топ матовый топ уже чуть-чуть осталось поэтому приходится практически его добывать уже из флакончика наносим матовый топ а сейчас посмотрите как будет прикольно все смотреться матовый топ он подчеркивает декорации то есть когда кажется что их много но перекроешь матовым топом и уже как бы гармония такая наступает здесь ультрабонт высох также кисточкой тоненько-тоненько наносим топ слайдер наносим топ слайдер и отправляем план подсушиваться подсушиваем около 30 секунд рад что вам нравится вот такой вариант получается чтобы еще как бы нам немножечко усложнить дизайн визуально мы можем выделить нашу потан мы можем ее выделить и нанести на нее топ будет очень прикольно смотреться смотрите как сейчас заиграет то есть мы с вами сочетаем в дизайне глянцевый и матовый то есть у нас есть ногти которые глянцевые до однотонные а есть те которые матовые но в дизайне присутствует глянец очень интересно сложно смотрится то есть вот я взяла топ табл топ т классу заговорилась и выделила потай можно конечно еще если есть время капельки добавить я уже во всем мне уже понесло можно добавить капельки тоже будет очень интересно смотреться на матовом капельки с фруктами всегда заходит так сейчас забуду топ так перекрыла топом тоже делаем небольшое такое выравнивание отправляем в лампу то есть вот смотрите мы подружили с вами глянцевый матовый зеленый то есть вот даже такой вариант когда у нас на одной руке например два красных ногтей другой два зеленых здесь можно даже местами поменять да не можно лунку золотую поставить то есть вариантов множество можно придумать вот когда есть одна идея для дизайна и за счет вот декорации до бика по которой объединяет вот эти два цвета у нас с вами получается такая гармоничная композиция и здесь то же самое мы выделяем топом глянцевом нашу потолю тут нас и немножечко уделяем а здесь давайте капельки поставим капельки поставить можно прозрачным дженте то есть по сути это можно может быть даже топ-теклазов два яруса то есть это любой густой гель без липкого слоя либо топ-теклаз отсвечивает видно плоховато до капельки просится ну давайте на второй тоже поставим капельки раз уж они сюда просится прям буквально парочку много здесь не нужно капельки опять же делаем не кругленькие да а такие разные сейчас подсохнет я вам сразу четыре типса покажу так мы сегодня с вами работали двумя новыми красками два новых оттенка очень красивые как и сочетание их вместе так и по отдельности листва и пламя очень красивые красный и зеленый сделали вот такой вот легкий дизайн с использованием фруктового принта смотрите как красиво все это вместе смотрится можете скрин себе сделать матовый глянец и за счет того что у нас здесь глянцевые капельки мы выделили выделили поталь то есть нас подружился матовый с глянцем композиции вот такой вот красивый вариант дизайна можно сделать с новыми оттенками на address я сейчас еще раз покажу какой я использовала это номер 87 апельсины также зеленым кстати если взять один зеленый оттенок можно просто вот с лимонами сделать листья вот эти вот вырезать тоже сделать с ними очень красиво будет выглядеть вот этот лимон очень классно подойдет хорошо под зеленый сейчас я его приложу видите можно зеленый желтый сделать то есть такой же вариант дизайна например с такими лунками желтыми вообще будет прикольно и так вот такой классная идея для композиции с новыми красками я вам сегодня показала всем огромное спасибо за то что вы присутствовали в эфире смотрели за вашей реакции я их вижу и так буду сохранять эфир всем пока